Апостолы в первопрестольнице и вселенные учители, Владыку всех молите, мир вселенней даровать и душам нашим велию милостью. Как велико милосердие Божие! Господь продолжает доверять тому, кто отрекся от Него в трудный час Его крестных страданий. Служение Церкви доверено тому, кто может возвещать чудеса Божией благодати, потому что Он сам узнал, что такое прощение. И теперь Он должен свидетельствовать о Своей благодарной любви ко Христу. И эта любовь поведет Его на крест, когда придет Его час. Мы возвращаемся здесь к одной из величайших истин христианства, о которой другой апостол, будучи ее проповедником и примером, говорит, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Празднуя память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре – образ отверзшегося от Господа и покаявшегося. В апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшегося. В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после крещения Руси. По церковному преданию, святой, равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому Собору. Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, особенно распространены в России. Эти имена носили многие святые Древней Руси. Правнук равноапостольного князя Владимира, святой благоверный князь Ярополк Владимир Волынский в святом крещении носил имя Петр. В России свято чтут память преподобного Павла Послушливого Киева-Печорского, преподобного Петра Царевича Ордынского и Ростовского, преподобного Павла Камельского, Обнорского и многих других подвижников православной веры. Субтитры создавал DimaTorzok Важность этого праздника подтверждается Церковью, которая установила апостольский пост, являющийся подготовкой к празднику. Пост – время духовного сосредоточения, углубленной внутренней жизни, созерцания богооткровенных истин. Святые отцы, учители наши, устанавливая этот пост, хотели понудить народ Божий устремить духовный взор к двум удивительным личностям – апостолам Петру и Павлу. Святой апостол Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, до своей апостольской деятельности был рыбаком. «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр», – так сказал Господь, когда Андрей привел к нему своего брата Петра. Апостол Петр был настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своем служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать свои человеческие немощи, назидая этим и других учеников, забывающих слова «Без меня не можете творить ничего». Так, например, святой Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю, пошел навстречу ему по воде, но вдруг, усомнившись в божественной помощи своего Учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии. Апостол Петр был единственным из защищавших Господа от пришедших предать Учителя на страдания и смерть. Он был единственным учеником при искушении трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние своего ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть себя воскресшим. Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителям. Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пости своих словесных овец. По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за погибель своего друга Симона Волхва и за обращение ко Христу любимых жен, святой апостол Петр в 67 году, предположительно 29 июня, был распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый учитель, апостол Петр просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова, до своего апостольского служения назывался Саввл. Родился он в киликийском городе Тарси от знатных родителей и имел право римского гражданства. Саввл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Воспитан был с надлежащей строгостью в отеческом законе и принадлежал к секте фарисеев. Однажды, на пути в Дамаск, куда Саввл был направлен с поручением от первосвященников предать на мучения укрывавшихся там от гонений христиан, божественный свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно осиял Саввла. Все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший ему, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Саввл спросил, «Кто ты, Господи?» голос ответил, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и встань на ноги твои, ибо я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь тебя посылаю». «Аксиос! Аксиос! Аксиос! Аксиос!» От сиявшего божественного света Саввла слеп. В Дамаске он три дня пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и питья. В этом городе жил один из семидесяти учеников Христовых, святой апостол Анания. Господь в видении открыл ему все случившееся с Павлом и повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив на него руки, вернуть ему зрение. Апостол Анания исполнил повеление. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз Саввла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Саввал был наречен Павлом и сделался, по выражению святителя Иоанна Златоуста, из волка Агнцем, из терния Виноградом, из плевел Пшеницей, из врага Другом, из богохульника Богословом. Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников, странствуя из страны страну и рассылая свои повелениям, числом 14, которые писал в пути и которые до сих пор, по словам святителя Иоанна Златоустого, ограждают Вселенскую Церковь, подобно стене, построенной из адаманды. По некоторым данным, день смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола Петра. Как римский гражданин, апостол Павел был усечен мечом. Святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти апостолов Петра и Павла говорил, «Что больше Петра, что равно Павлу делано словом? Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов. Петр есть предводитель апостола, Павел – учитель Вселенной и причастник горних сил. Петр – узда беззаконных иудеев, Павел – призыватель язычников. И усматривай высочайшую премудрость Господа, которую Петра избрал из раборей, Павла – из кинотворцев. Петр – начало православия, великий священнослужитель Церкви, необходимый советник христиан, сокровищница горних даров, избранный апостол Господа. Павел – великий проповедник истин, слава Вселенной, парящей в высоте, духовная лира, орган Господень, бдительный кормчий Христовой Церкви. ПЕСНЯ Церковь ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok